Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала «Про цветок». С вами Анастасия Гулис. И сегодня я бы хотела поговорить с вами о такой теме, как ядовитые и опасные растения, которые мы выращиваем в своем саду. Наверняка многие из вас слышали полулегенды о том, что не стоит выращивать у себя в саду различные растения, поскольку вы можете отравиться ими. Но на самом деле действительно всерьез ядовитых растений, которые мы выращиваем, не так уж много. И любой здравомыслящий человек не будет просто так использовать эти растения в пищу. Тут наибольшую опасность эти растения, конечно, могут представлять для детей, которые на определенном этапе своей жизни активно изучают мир и без особого внимания со стороны родителей или людей, которые занимаются их воспитанием, могут допустить некоторые ошибки при познании этого мира. Но стоит разобраться, какие же виды опасностей могут представлять растения, которые мы выращиваем. Кто же из растений ядовит? К слабо ядовитым растениям могут относиться такие виды, у которых чаще всего отравление происходит при употреблении в пищу луковицы. Луковицы таких растений, как нарциссы, подснежники, гиацинты, содержат алкалоиды. Кстати, некоторые виды мелколуковичных растений, например, хионодокса, также способны вызвать раздражение желудка и расстройство его. Естественно, отказываться от выращивания этих растений не стоит, поскольку луковицу эту еще надо выкопать. Просто если вы выкопали для пересадки эти растения, либо приобрели посадочный материал, просто сохраняйте эти растения в месте недоступном для посторонних, в том числе и для детей. Вот с ними проще всего себя обезопасить. Есть достаточно большая категория растений, которые способны вызвать отравление при поедании листвы этих растений. К ним относятся практически все растения семейства лютиковые. Практически все лютиковые содержат различные гликозиды, это вещества горькой природы. И во многих народных названиях этих растений присутствуют названия типа курослеп, куриная слепота, которые указывают именно на то, что эти растения достаточно ядовитые. Но наиболее часто мы выращиваем такие декоративные растения, как аквилегия, дельфиниум. Эти виды действительно способны вызывать, причем иногда даже достаточно серьезное отравление при поедании их листвы. Некоторые виды лютиков также способны вызвать серьезное отравление. Калужница болотная и ее сорта также могут вызывать серьезное раздражение желудка. Кроме растений семейства лютиковых, при поедании большого количества зеленых частей этих растений способны вызывать отравление даже такие широко распространенные огородные виды растений, которые мы выращиваем. Это щавель кислый и это ревень огородный. Эти растения опасны не для всех людей. Чаще всего вызывают они проблемы у людей, у которых есть заболевание почек либо печени. Вот эти растения, которые содержат большое количество щавелевой кислоты, могут вызывать серьезные расстройства желудка у людей с недостаточно хорошей работой именно этих внутренних органов. Есть категория растений, которые способны вызывать отравление различной степени тяжести при поедании их плодов. Среди них есть в том числе и огородные растения. Например, вызывают достаточно серьезные расстройства желудка такие широко выращиваемые нами растения, причем у которых мы употребляем в пищу плоды, как недозревшие плоды томатов и недозревшие плоды баклажанов. Эти растения очень часто могут вызывать отравление. Ну, естественно, не стоит пробовать на зуб зеленые яблочки у картофеля. Картофель – это тоже растение из семейства посленовые. И вообще посленовые чаще всего содержат во всех своих органах большое количество гликозидов, многие из них являются ядовитыми. Все знают прекрасно о том, что не стоит употреблять в пищу зеленые, позеленевшие клубни картофеля. Точно так же не стоит употреблять в пищу его листву и его плоды. Именно надземные яблочки вот эти. Из декоративных растений наибольшую опасность для детей могут представлять такие виды, у которых имеются достаточно привлекательные, интересные ягоды, как жимолость татарская, жимолость каприфоль, можжевельники различные. Все знают, что можжевельник обыкновенный, его шишкоягоды, они вообще являются лекарственным сырьем. Но если ваши почки работают недостаточно хорошо, то шишкоягоды, как можжевельника обыкновенного, так и других видов можжевельника, особенно можжевельника казацкого, который очень часто выращивается как декоративное растение, способны вызывать очень серьезные расстройства именно со стороны желудочно-кишечного тракта и поражать почки. Очень привлекательны всегда и хорошо, интересно смотрятся плоды спаржи или аспарагуса, плоды физалиса франше или фонариков китайских. У них яркая красненькая ягодка, которая тоже может привлечь внимание детей. Поэтому либо стоит удалять эти ягоды, либо подождать с их выращиванием до того момента, когда дети подрастут и осознают, что не стоит тянуть все в рот. Сейчас достаточно большую популярность получили различные виды бересклета. Стоит помнить, что плоды бересклетов всех видов достаточно ядовиты и способны вызвать серьезное раздражение. Кроме того, в 90-80-е годы было очень популярно такое растение, как лаконос или фитолака. Оно хорошо смотрится, оно очень эффектно смотрится. Кроме того, корень этого растения используется как лекарственное растение. Но стоит помнить, что как и у большинства лекарственных растений, все зависит от дозы и от той части, которую мы употребляем для лечения. Плоды, ягоды фитолаки могут вызвать очень сильную рвоту, особенно если съесть их не 2-3 штучки, а горсть. Выглядят они, кстати, достаточно привлекательно. Они такие черные, блестящие, сочные, и на вкус они достаточно приятные. Вы можете попробовать съесть 2-3 штучки, но не больше. Если у вас есть проблемы с желудком, то лучше даже не экспериментировать. Следует больше внимания уделять тем растениям, которые серьезно способны повредить нашему здоровью. Но среди этих растений, конечно, есть виды, которые серьезное желание попробовать их на вкус. Чаще всего отравление в саду можно получить, дети наши могут получить от поедания плодов ландыша майского. Большинство растений семейства ландышевые, сейчас выделено это семейство, такие как ландышку, пена, содержат сердечные гликозиды, которые вызывают учащение сердцебиения, сбой сердечного ритма, и после фазы учащения сердцебиения наступает фаза торможения сердцебиения и может произойти даже остановка сердца. Кроме того, эти растения повреждают нервную систему, это выражается в судороге, в рвоте, может вызываться паралич лицевых мышц, то есть это очень серьезные и опасные растения. Но сложно, конечно, отказаться от ландыша. Есть вообще одно неплохое средство обезопасить себя от беды именно с ландышем. Просто собирайте его цветы на букеты, не давайте ему образовывать плоды. Также достаточно серьезную опасность могут представлять растения, которые сильно ядовитые, у которых есть сочные клубни, либо луковицы. Самым опасным, пожалуй, из них является безвременник осенний. Также безвременник великолепный, он также содержит большое количество различных веществ, которые действуют на организм очень плохо, очень тяжело. Употребление всех частей безвременника внутрь, способно вызывать повреждения всех практически органов. Это и печень, это и почки начинается отказ их, это и повреждения нервной системы. То есть при съедании большого количества именно луковиц, там содержится больше всего колхицина, это действующее вещество самого безвременника, может быть вплоть до летального исхода. Поэтому луковицы, конечно, старайтесь беречь от взора людей, которые не всегда осознают последствия своих действий. И вообще желательно работать с такими луковицами просто в резиновых перчатках. Упреждаю сразу вопрос, можно ли рвать букеты из цветков безвременника? Можно. Можно рвить, ничего с вами страшного не произойдет. Единственная мера безопасности, после того, как вы сорвали букет из безвременника, поставили его в воду, помойте руки с мылом, чтобы просто обезопасить себя. Сам сок безвременника, который попадает при срывании букетов на руки, он не способен вызвать серьезных изменений. Для того, чтобы отравиться, нужно съесть как минимум 1-2 луковицы. Тогда вы получите эквивалентную дозу для отравления. Ну или съесть хороший пучок листьев безвременника. Это тоже может серьезно повлиять на ваше здоровье. Я надеюсь, что вы этого делать не будете. Реже вызывают желание попробовать на зуб себя такие растения, которые относятся к сильно ядовитым, как тис ягодный, а также наперстянка. Тис ягодный содержит во всех своих частях, кроме присемянника, красненькая такая оболочка, которая покрывает косточку, ядовитые вещества, которые нарушают работу сердечной мышцы и нарушают работу нервной системы. Они могут вызывать паралич дыхательной системы. Наперстянка – это широко известное сердечное средство, которое в небольших дозах используется для лечения тахикардии, а в больших дозах она способна вызвать остановку сердца. Поэтому тоже старайтесь не допускать… Ну, чаще всего вообще у наперстянки вызывают интерес плоды, коробочки, сами которые растрескиваются. Они внешне немного напоминают маковые коробочки. И, в принципе, любопытный ребенок может попробовать семена наперстянки съесть. Он, конечно, серьезно не отравится, но кто же знает, какое состояние здоровья. У ребенка, то есть для него это может быть и смертельным. То есть надо быть осторожным. Просто отцвела наперстянка, срезали цветонос и живите себе спокойно. Также достаточно опасным ядовитым растением являются все виды морозников. Одно время была очень популярна диета для похудения, в которой использовались сушеные корни морозника абхазского и морозника вонючего. Пожалуй, не стоит над собой так издеваться, поскольку это растение содержит очень большое количество системных ядов. И при внутреннем употреблении корневища морозника, потому что, в принципе, остальные части вряд ли у вас вызывают желание их съесть, только сознательно можно употребить это растение, они очень серьезно повреждают печень и почки. То есть у вас постепенно повреждается печень, которая не справляется с очисткой организмов от токсинов. Вы худеете на этой почве, да, вы действительно худеете, но все это заканчивается рано или поздно летальным исходом. Поэтому не стоит ставить над собой таких экспериментов. Менее опасными для взрослых, но в то же время более опасными для детей являются растения, которые представляют собой угрозу при попадании сока на кожу либо на слизистые. Поскольку детей очень сложно уберечь от таких растений, в рот тут ничего тянуть не надо, достаточно просто сорвать эти растения и в игре, может быть, даже нанести на себя этот сок. Но какие виды растений могут представлять опасность? Это различные виды лютиков, это ветреницы, это купальница, это клематисы, это калужница, это наши огородные растения, такие как пастернак, его сок может вызывать раздражение, это любисток. Также из огородных растений очень часто вызывают раздражение листья огурцов и листья земляники садовой. Очень часто, причем даже у взрослых людей, вы можете собирать клубнику либо огурцы, и потом у вас на руках долго непроходящая сыпь образуется. Это связано именно с воздействием клеточного сока этих растений, которое попадает на руки при работе с листьями этих растений, на которых обламываются волоски. В жаркое лето особую опасность представляют растения, которые вызывают ожоги от воздействия эфирных масел, содержащихся в их листьях, которые окружают это растение, и мы, подходя близко к этому растению, можем испытать это воздействие на себе. Но наиболее опасными из них является всем известный борщевик сосновского. Это растение пришло к нам с кавказом, там оно растет в высоко горах, никого не трогает и никому не доставляет проблем. А у нас оно достаточно серьезно вредит здоровью людей. Особенно опасно находиться рядом с борщевиком в солнечную погоду. Но в то же время стоит помнить, что если вы даже в некотором затенении допустили попадание сока этого растения на свою кожу и не смыли ее, и потом попали на солнечный свет, то это растение вызывает очень серьезные ожоги. То есть сам сок растения способен вызывать эффект фотосенсибилизации. То есть кожа теряет свою защиту от солнечного света и образуются конкретные натуральные ожоги, которые проявляются в виде волдырей таких больших, которые впоследствии лопаются, образуются язвы долго не заживающие. То есть это очень опасное растение. Ну, борщевик, конечно, вряд ли вы сознательно посадите в своем саду, но он может встречаться на запущенных садовых участках, на запущенных дачах. Иногда он приносится ветром либо водой на ваш участок, прорастает. В маленьком виде не все хорошо знают, как выглядит борщевик. Но есть растения, которые мы выращиваем как декоративные, и эти растения способны наносить такой же ущерб, как борщевик. К ним относятся ясенец или неопалимая купина. Это растение, кстати, почему названо неопалимой купиной? Потому что в жаркую погоду оно окружено облаком эфирных масел, и если поднести к ним спичку, это облако вспыхивает, но само растение при этом не загорается, потому что эфирные масла выгорают очень быстро. Вот если вы попали в зону действия этого облака, вам обеспечен хороший такой серьезный ожог. В алдыри, аллергическая реакция может быть. Особенно опасно нюхать это растение, поскольку может быть серьезный ожог именно дыхательных путей. Он лечится гораздо сложнее, чем ожоги кожи. Кроме того, похожую реакцию может вызывать очень популярные в Прибалтийских республиках рута душистая. Это лекарственное растение, оно достаточно декоративно, но в то же время, жаркое лето, оно очень часто вызывает ожоги, схожие с ожогами, которые вызваны именно воздействием борщевика. Поэтому если вы живете где-то в южном, в жарком климате, то, пожалуй, не стоит высаживать это растение возле дорожек. Если где-то в отдалении от дорожек, то это будет достаточно безопасно. Также серьезную опасность для вашей жизни и здоровья могут представлять растения, которые вызывают аллергические реакции. Но на самом деле сейчас аллергия – это вообще бич человечества. И аллергических реакций развелось такое множество, что рассмотреть все растения, которые способны вызвать их, в пределах этого выпуска практически нереально. Поэтому, пожалуй, мы перенесем обзор таких растений на следующий выпуск. Я надеюсь, что моя информация была полезна для вас. Задавайте свои вопросы, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами была Анастасия Гулис.